Художественная гимнастика не сравнится ни с одним другим видом спорта. Здесь присутствует красота, эстетика и самое главное – жесткие требования. Участницам нужно проявить гибкость, мастерство, силу духа и волю к победе. Этой осенью в очередной раз в городе Новошахтинске прошел областной турнир по художественной гимнастике «Золотая осень-2012». Золотая осень – она необыкновенная. И вся прелестью состоит в том, что сегодня в этом замечательном зале проходит областной конкурс по художественной гимнастике. И вот эти золотые листочки – это будущая гордость нашей страны. Разрешите поздравить вас с началом турнира, пожелать вам ярких, красивых выступлений на нашем ковре. Но самое главное – пожелать вам дружить со спортом всю жизнь. Успехов вам! Высоких баллов! Областной турнир по художественной гимнастике «Золотая осень» объявляется открытым. В нынешнем турнире приняли участие 130 юных граций. Достойные представляют свой город и команду на областных соревнованиях. Здесь все четко регламентировано. Хронометраж, музыка, костюмы, программа упражнений. Кстати, программы очень скоро ждут масштабные изменения. В конце ноября в Москве пройдет судейский международный семинар, где данный вопрос будет приоритетным. Правила немножко станут проще, меньше будут элементов, больше танцевальных движений. По правилам, которые мы работали вот эти четыре года, правила были, конечно, очень сложные. Много элементов приходилось детям делать сложных. Много работы с предметом было, меньше было танцевальных движений по сравнению с новыми правилами. Так что у нас сейчас предстоит большой этап работы. Нам предстоит менять полностью детям упражнения, работу предмета менять, музыку менять. Но это все планы. Хоть и на ближайшее, но будущее. А как с подготовкой участниц к нынешнему турниру? Команда Новошахтинска выступает 40 человек девочек. Подготовку они прошли, отборочные соревнования, чтобы участвовать в этом турнире. По итогам соревнований первого дня дети маленькие выступали 6-й год, 5-й год, 4-й. Наши несколько девочек, есть призовые места. Мы, тренеры, довольны подготовкой своих детей. Подготовка – это самое основное. И состоит она из множества сегментов. Конечно, главную роль здесь занимает искусство гимнастики. Но и спортивной форме отдается не последнее значение. Красивый костюм с множеством блесток. Прическа, макияж – все это должно притягивать взгляд и зачаровать как зрителя, так и строгую судейскую комиссию. Перед выступлением участницы тщательно готовятся за кулисами, чтобы потом быть во всеоружии. КОНЕЦ У каждой гимнастки есть своя группа поддержки, которая следит за выступлением с вниманием достойным судей. Это тренеры, родители и друзья. Их внимание бесспорно придает уверенности. Но в основном результат зависит от самих участниц. В этом турнире рекордсмертками по количеству завоеванных золотых медалей стали девочки из команды Новошахтинска. В их активе 5 наград. В Ростов уехали 4 медали, в Краснодар – 3. Гимнастки из Каменска завоевали 2 медали, а команды Таганрога, Зверева и Зернограда увезли с собой по одной награде.